Это уже фильм номер два, середина ноября, точно не говорю, не могу запомнить, памяти нет. Так, понедельник был, 14-й вебинар, вторник, среда, наверное, 16 ноября. Невероятно аномально теплая осень, все говорят, ну вот сбылось, идет великое потепление, оно идти-то идет, но через несколько дней будут морозы, пусть с опозданием. Все вспоминают, как такая погода была, когда 1 сентября ходили в школу. Все помнят этот день, потому что 1 сентября. Сейчас замолчал на некоторое время бензокоса, мой друг, лесоруб профессиональный, выпиливает 15-й абрикос. Вот, я не оговорился, абрикосам, ой, вот он, слышите, абрикосам 25-30 и более лет. Вот, они не то что старики, они с битыми морозами страшно. Но как можно считать, что это старость, если они дали именно в этом 22-м году невероятные урожаи, рекордные урожаи. 15, 20, 25, 30, 35, 40 ведер с дерева. Вот они все такие. Чтобы мне не быть голословным, у меня сейчас запасено, за счет больших затрат, мне помогало несколько человек в месяц. Они собирали косточки, они их ковыряли, сушили, заготавливали, складывали, и получилось, подписывали, получилось примерно треть миллиона. Не верьте, проверьте, 150 банок переведите на штуки. Вот, это случилось. Теперь эти деревья после страшного рекордного урожая уничтожаются. Причина банальная. Земли нет, молодежь садить некуда. Обращался, я уже рассказывал, ко всем инстанциям, начиная от губернаторов, качая президентом России и Белоруссии. Вот, еще кому-то, известным журналистам, помогите, раскрутите. Вот, бесполезно. Сейчас пропадет, еще на земле лежат, зима никак не наступит. На земле еще лежат десятки тысяч косточек, кроме тех, что запасены. Вот, ну а жизнь продолжается, получается, медленными темпами будем продолжать. Очередная тема, особая тема, я уже подвергаюсь критике. Простые обыватели, как последние, меня задело за сердце. Занимаюсь болтологией, хотя, конечно, не скажу, это отдаем должного человека, выдающийся, умный. Но занимайтесь болтологией. Будем продолжать заниматься болтологией. Дело в том, что один из самых страшных ошибок, которые допущены в современном садоводстве, и пошло это с 18, 19, 20 века. Дело в том, что так вот сложилось. Ну, не знает никто, кроме меня. Извините за такой папус. Вот, до сих пор, в чем отличается волчок законный от волчка незаконного. И почему волчки и те, и те были признаны, были прокляты, признаны неправильными, вредными, бесполезными, отнимающие силу дерева. Вот, и последняя фраза, жирующие, вот они жируют, сволочек, а то их... Вот сейчас мы эту тему и разберем. Дело в том, что я сейчас возле дерева сел, здоровье не позволяет уже, стоит снимать, и нашел подходящее дерево. Итак, есть ветки, которые растут одна за другой. Вот они, приходит время, абрикос, если он привитый, вот это, королевский абрикос, если он привитый, на второй, третий год он покрывается цветами и никакой претензии не имеет. Потом, однажды с ним случается беда. Это Сибирь, страшная морозобойная. Вот они, я встану с этой, вот одна морозобойная, вторая. Ну, да, правильно, правда, не с юга они. Вот, деревья никогда не берет, я считаю, еще хуже будет. И, наконец, вот там, в верхушке до сих пор свежие, почки свежие. Урожай был, ну, это самое. Как вам показать-то? Ну, вот сюда, ближе к солнцу, видно, что все живое, но, увы, не все. Вот мертвая ветка, прямо на нее показываю, вот тут основание для развилка. Вот это на нас смотрит. И вот эти веточки, мертвые, мертвые. То есть уже, вот пошла мертвая ветка. И уже мертвые соседствуют с живыми. Почему? Потому что из-за этих морозобоин уже сокращается количество соков, которые поступают вверх. Это неизбежное зло. Подчеркиваю, неизбежное. Это Сибирь. Это абрикос родом из Франции. Понимаете? Вот. Он адаптирован, он привит на манджурский абрикос. Но с этого момента начинается, к ним должен быть самый бережный подход. Поступает программа спасения. Как она заключается? Если те ветки законные, море плодоносят, то вдруг из ничего, я специально в такой начале, из ничего, появляется побег. Допустим, дереву 10 лет, и вдруг вот он побег, которому два года. Вот он, видите? Этому побегу два года. Вот. И он становится, с точки зрения современной, даже науки, бесполезной, его надо было уничтожить. А это дерево себя возрождает. То есть, оно начинает расти новая крона. Вот эта ветка, видите? И вот эта ветка, видите? И тоже не сладко. Вот. Посмотрите, уже морозобоин. Ну, посмотрите, она дала приросты, причем совершенно живые. И тут такая особенность, которую пока большинство из вас не поймет. От Адама, что говорит, что я об алкологии занимаюсь, откуда ей понимать, что я сейчас обосную одну из самых страшных ошибок. Это когда оставляет дальше умирать крону. Ну, я, наверное, ошибся, не 10, это лет 15-16 этому дереву. Но оно еще будет долго плодоносить. Они живут все, несмотря на эти морозобоины. Но она, загадя, начинает себе давать крону. Но у этой кроны есть одна особенность. У этих волчков. Вот они. Так. В чем она заключается? Есть волчки, которые вроде бы вертикальные, но они идут... Там двухлетняя ветка дает однолетнюю. Они же трехлетняя, четырехлетняя. Постел здесь понятно. А здесь, когда десятилетняя дает однолетнюю, откуда она взялась? Там внутри уже не почка. Это неправильно. Почему? Потому что было бы оно из почки, а дерево привитое, она бы уже на первый год заложила цветы. У меня таких примеров сотни. Сотни и сотни. Сотни и сотен. А на этой, внимание, вот тут с этого начинается. Смотрим сюда. Сюда. И вот они вертикальные ветки. Я их показываю крупным планом все. Одна, вторая, третья. Вы хоть одну цветочную почку видите? У них особое строение почек. Они не торчат. Помните, как они должны торчать? Ну, буквально вот. Ну, не буду я вставать, вы и так понимаете. Вот. О чем? Или уже встать, показать. Нет. Здоровья нет. Нет, дело не в здоровье. Поблизости нет. Только на самых верхушках такие. Законные. А вот незаконные не имеют цветов. Смотрите. А ей уже второй год. И тогда, когда я нагляделся, когда я думаю, а что, почему? Ну, будущую крону. Это будущая крона. Когда-то будут еще сильнее морозобоины. Вот они. Когда-то еще сильнее будут. И, наконец, она умрет. Но умрет вот эта верхняя часть. А нижняя часть будет жить. Не морозобоин, ничего. Все прекрасное. Видите? Вот. Почему здесь вот эти вот ранки? Одна, вторая, третья. Это я отрезал ветки на прививку. Почему? Прививка у меня сделана вот тут. Видно, не видно, но сделана вот тут. Я всегда делаю только у земли. Эта часть культурная. И эти ветки уже идут на прививку. Но почему их надо отрезать, проклясть и в костер? Потому что, якобы, они жирущие, они не плодоносят. Но, ребята, они заплодоносят еще спустя год. Весь секрет в следующем. Я об этом рассказывал, но впервые так подробно. Итак, здесь не было никакой почки. Откуда она взялась? Помните, как я говорил, ниоткуда. Клеточный материал. Клетки. А в клетке заложено дерево, которое уже, тут любая ветка вот этих, уже 5, 8, 10 лет, да? Она заложена с нуля. То есть, так же, как семечко. Мы же не ждем плодоношения семечка на второй год. На скосочки. Мы ждем третий год, четвертый. Обычно четвертый, пятый. Там бывают исключения, но бывает шестой. А здесь с нуля. Вот что это, что и семечко. Вот считайте, что это и семечко. И тогда, получается, первый год не плодоносят. Второй год не плодоносят. Третий год. Ёлки-палки. И опять нет этих самых цветов. Но на четвертый год цветы появятся. Это дерево. С помощью вот этого прироста. С помощью вот этого, видите? Оно восстанавливает свои... Вот еще одна. Даже встану. Вот еще одна, видите? Вот она. О, она полезла. И все это считается волчками, предназначенным к уничтожению. Вот с величайшей любовью-злобой. Два телеканала. Бобер и это... Ну, пусть один. Второй не буду называть. Вот. Он получше. Телеканал Бобер учит уничтожать все. До уровня головы и выше. Ничего не понимая, что это не просто появились новые растения, новые побеги. Это будущее крона. Они живые. Они еще не искалечены морозами. И вот отсюда начинаю. А это как раньше умрет. И вот эта страшная ошибка. Взять вот это все, поотрезать, пообшмонать. Я просто не понимаю, как получилось, что до 21 века никто этого не знает, не понимает. Еще это не для той дамы, которая недовольна моими этими. Потому что у нее мозги устроены так. Вот скажи, буквально пункт первый, второй. Речь идет о серьезных вещах. Я должен обосновать. Это из клетки. Теперь я скажу следующее. Раз из клетки, значит, плодоношение будет аж на четвертый год. Так? Но будет. И все будет. И новая крона будет. А здесь когда-то придется вот так отпиливать. Вот так вот. Показываю, на каком уровне. Но это пройдет еще немало лет. Уж очень они надежные. Да, уже вот эта ветка мертвая. Но основное дерево... Ой, там еще мороза будет. Ой, ой, ой. Но все равно оно еще послужит лет... Вот то, что сейчас у меня там выпиливает 15-е или 16-е уже дерево мой друг лесоруб. Вот. Ох, как он красиво режет. Вот. Что-то на дрова, что-то на костер. И вот они достигли 25-30 лет, покрыты морозобойными страшнейшими. Но они с этими страшными морозами продолжали давать урожай. В этом году он был еще и рекордный. Повторяюсь. Вот. То есть я хочу сказать, что деревья очень долговечные. Но при условии, что вот это не мается дурью. Потому что дальше им придется продать свой рост с помощью веток, которые назвали волчками, приказанных их уничтожить. Целые фильмы сняты. Федеральными телеканалами. Вот. Теперь. Еще немножко, чтобы понятнее было. Вот то, что вы видите, да? А вы видите место, откуда появилось. Вот. Из клетки. Вы сказали, что такое клетка? Ну, плетоплазма, оболочка, это самое, ядро. Вот. И в этом ядре, вот это чудо, оно из чудес. Конечно, это надо где-то брать микроскоп, показывать под микроскопом. Вот. Однажды ученые сделали открытие. Оно довольно свежее. Потому что в книгах, которые я читал 19 века, там этого нет. Однажды было придумано микроклонирование. И тогда только я, когда ознакомился с этими материалами, тогда-то только до меня дошло, что такое из клетки. А вот почему из клетки. Ребята, берется, ну, например, вот такой фрагмент. Вот, допустим, показываю на пальцах, да? Теперь это все раздалбливается до состояния пульпы. Так. Ну, то есть раздалбливается, раздалбливается, мельчается, 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 снова раздалбливается. Получается пульпообразное существо, вещество. Вот. Его помещают в питательную среду. И вдруг смотрят. Там их, правда, миллионы клеток, но сотни и тысячи из них вдруг начинают расти прямо в воде. Чудо. Корешки. Корни настоящие. И крона настоящие. И вдруг оказывается, что каждая, ну, или каждая из миллиардов, трудно утвердать, потому что никто не проверял, а вот там же их миллиарды, учитывая микроскопичность. Вот. Но сотни тысячи из этого кусочка, из этого кусочка, сотни тысячи клеток, клетки те, что только под микроскопом видно, вот, становятся деревьями. Дальше их делают деревьями специально. То есть, после этого их помещают специально в эти колбочки. В колбочках они растут. Потом пересадка уже в почву. Маленькие, пинцетиками. И вдруг чудо, вырастают деревья. Вот. Я, в принципе, использую только сам факт. Я использую сам факт открытия самого. Открытие гениального. Сейчас объясню, почему. Потому что оно закрывает гениальное изобретение открытия Чарда Дарвина. Вот это открытие закрыло. Это все здорово. Но дальше понятно. Это тема не сегодняшнего дня. Но в двух словах. Вот это микроклонирование, выращивание из этих самых, с помощью пинцета и с помощью питательного раствора, раздалбливание материала, перед этим, да, строго. Мы только якобы выбираем материал совершенно проверенный на отсутствие вирусов. То есть теперь с этого одного дерева можно получить тысячи, тысячи саженцев абсолютно полноценных. Чистое, стопроцентное вранье. Пусть отклонился, но я скажу сейчас. Потом вернусь. Это овечки доли. Они неполноценны. Они вымерзнут не только в Сибири. Они вымерзнут в средней полосе России. Однажды. Сейчас на Урале сказали. К нам идут морозы. Но начались они на Урале. Подмосковье авария и завария. Все завалено снегом. Понимаете, Урал завален снегом. Сейчас к нам идет. Вот. Какие, к черту, овечки доли? У них же корни-то не настоящие. Искусственные. А вот это промежуточный вариант. Ему корешок, он там внутри. Понимаете? Вот. А снаружи у него только одна крона. Так. Идет рост с нуля. Еще раз говорю. Этот аналог косточки. Косточки аналог. То есть семени. Вот. И получается, что временное отложение плодношения. Первый год, второй год, третий год. Это привело к тому, что их начали называть бесполезными журущими. Ни один человек не дождался четвертого, пятого года. У меня таких сотни, 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 сотни. Вот таких веток, только постарше. Вот. Которые плодоносили. И если их ломало, то ломались они. То не от старости, не от болезни, а от урожая дикого. Вон там таскает этот самый мой помощник, да. Три дерева упали полностью под урожаем. Рухнули. Ветки огромные. Рухнулись ветки, на каждой которых по 8-10 ведер. Поднимите, поймите, какой нагрузкой имели деревья. Вот. И на них было множество вот таких веток, только постарше. Вот просто у меня удачный пример. Я могу спокойно сидеть, потому что тепло, потому что могу рассуждать. Ребята, то, что отложенное плодношение, об этом не знает никто. Считается, они бесполезны навсегда. Их требует уничтожить, уничтожить, уничтожить. И второе понятие. Главное, идет рост запасной кроны. Омоложение кроны. Омоложение. Видите, что творится? Это дерево смогло выдержать? Вот морозобойный. Вот пень от мертвой ветки. Вон целиком мертвая ветка. Вот эта, которая пошла. Видите, вот развилка. Право живая, а влево вот она мертвая. Вот посмотрите, ветки видите? Заметили? Вот они, вот они, вот они, вот они, вот они, без этих, без почек. И вот это все, две понятия. Первое, что это не почечный материал, а это клеточный материал. Об этом до сих пор не знает наука. Ну, как получилось, что долбят и долбят и долбят. Бесполезное, режьте, режьте, режьте. И режут. Кандидаты наук режут, режут, режут. Это те, которые как бы подрабатывают. Вот. На том, что учат нас. Но учат чему? Уничтожать деревья. Вот эти вот отрезать, будущую крону. А вот эти вот оставлять. Потому что им надо все отрезать до уровня головы и выше. Ой, вот выговорился. Итак, клеточный материал. Он дает подношение со срочкой на 2-3 года. Из-за этого дальше никто не отслеживал. Признанный смертельными, не смертельными, но вредящими деревьями, ворующему деревью все. Все ценное. Поэтому отрезать. И тут должна была быть что страшная рана. Пожалуйста, переходите на нашу сторону. Где настоящее садоводство. Это только один десятка примеров, где нельзя уничтожать деревья. Только потому, что кому-то что-то когда-то не понравилось. Вот. Ну что, на этом заканчивать буду. Пойти показать деревья. Да, уже я боюсь сам. У меня в кармане валидол. Я показывал валидол в первой серии. Когда я там был ближе к этой обрезке. Все, друзья, я с вами прощаюсь. Вот. Смотрите внимательно вот на это все. Сейчас еще отключусь, сделаю фотографии. Именно вот этих вот. И еще буду рассказывать на вебинарах уже с фотографиями. Следующий, очередной 2010-й, будет понедельник. Каждый понедельник. Но нас мало. Как переломить, чтобы... Очередной раз кто-то будет с дурью говорить. Отрежьте, отрежьте. Кто-то сказал. Не смейте так говорить. Вы ничего не понимаете. Вот. Чтобы нас таких, кто это скажет, было больше. А пока я воюю в одиночку фактически. Вот. Когда человек сделал 2 миллиона, 100 тысяч, это было еще... Это было давненько, значит, уже больше. Организовал просмотров. И везде злоба ко всем веткам, что растут вниз. У меня ветки растут вниз, покрыты дичайшим урожаем. Их надо уничтожить. Ветки, которые растут в центр дерева, они защищают... Они делают крону сплошной. Они делают дерево домом. Вот. Их тоже нельзя вырезать. Нельзя, чтобы дождь проходил насквозь через дерево. Дерево – это дом, это крыша гигантского количества насекомых. Да, и насекомых. Причем не делите на вредных полезных. Они сами разберутся. Если в моем саду не применяется ни один миллиграмм яда, а там 40 обработок за лето, а лето всего 3-4 месяца. Это что же творится? Каждую неделю прыскают. Вот разница. Поверьте мне. Смотрите мои вебинары, если это поверили. Вот. Вот это когда-то перейдет в учебник. Когда-то студенту покажут вот эту фотографию, а потом и скажут, ну-ка, обоснуйте. Вот так вот будет она сделана. Обоснуйте. Это что такое? Волчок? А что надо делать? Скажет вырезать – получит пятерку. Скажет оставить и не трогать, не смеет, получит двойку. Это сегодня. А завтра будет наоборот. Все, друзья, заканчиваю. До свидания. Вот. Чуть искал спокойной ночи. Я обычно вечерами. А тут еще пока середина дня. Так что никакой спокойной ночи. Нам некогда расслабляться. Пока, друзья. Пошел снимать очередной фильм. Субтитры сделал DimaTorzok